Музыка Уважаемые зрители, мы вас приветствуем. Сегодняшний гость очередного заседания КАТ-бюро Максим Сучков, директор Центра перспективных американских исследований Магима Умидера. Максим Александрович, здравствуйте. Спасибо большое, спасибо за приглашение. Вам спасибо, что приняли его. Если вы не против, я сразу перейду к нашим вопросам. Конечно. Первый из них касается, наверное, одной из самых актуальных повесток, это российско-американские отношения. Мы буквально недавно, если не ошибаюсь, дня два назад, очередные представители Вашингтона заявили о том, что Россия является одной из главных углов почему-то в краткосрочной перспективе. Это говорит нам о том, что Вашингтон, конечно же, как и всегда, собирается как противодействовать против Вашингтона, то есть противодействовать против Вашингтона. И вопрос такой, как вы видите это противодействие именно на постсоветском пространстве? Мы в целом понимаем, как это происходит? Вот для нас интересно именно вот это противостояние в регионе Южного Кавказа и в Центральной Азии в постсоветском пространстве. Да, я полагаю, что, во-первых, почему они сказали косрочно, я думаю, здесь речь шла о том, что таким системным противником на весь 21 век они видят, естественно, Китай, а Россия это некая такая вот минутная или почти минутная слабость. Но если говорить серьезно, нужно прежде всего, наверное, рассказать, где вот этой системе координат Россия находится у американцев и посмотреть на основные документы, которые эта администрация уже успела издать. А в этих документах Россия, вот в частности в оценке угроз национального разведывательного сообщества, фигурирует в двух категориях. Первая это, собственно, военная угроза, и там американцы говорят преимущественно о России как об угрозе в двух сферах. Это в сфере ядерной безопасности и в сфере кибербезопасности, это понятно. То есть, как бы непосредственно с постсоветским пространством не связано. А вот вторая часть, она непосредственно связана с тем, что американцы называют способность России формировать повестку, особенно в каких-то региональных конфликтах. Я думаю, прежде всего они намекают на, конечно, сирийскую историю. Но в целом вот это вот то, что в Вашингтоне оценивается как способность Москвы создавать какую-то повестку альтернативно американской, применимо к постсоветскому пространству вообще. И здесь я лично полагаю, что нужно прежде всего, как поется в известной песне «Не смотри, где я, смотри, где ты», да, вот здесь процентов 70 на 30 России нужно внимательно и, скажем так, эффективно пытаться реализовывать и формулировать, понятно формулировать свою повестку на постсоветском пространстве. И вот от того, насколько она успешно будет ее формулировать и проводить, я бы дал, наверное, процентов 70 успеха тому, что ничего не помешает. И 30 процентов тому, какие козни потенциальные могут американцы здесь чинить. А если говорить конкретно о уже разных постсоветских пространствах, все-таки оно такое, да, у нас неоднородное, то, ну, по-моему, вот в Беларуси, на Украине, в Молдавии, очевидно, идеи на, ну, на Украине, в Грузии, в частности, на поддержку интеграции в евроатлантические структуры, я думаю, будет курс, здесь мало чего поменяется, в том же ключе и в Молдавии будет конфликт вот этот повесток проходить. В Беларуси, скорее всего, будет ориентация на подрыв, собственно, позиции Лукашенко, да, и потенциальную смену режима. На Южном Кавказе, я полагаю, что, наверное, мы еще об этом чуть больше поговорим, но мне кажется, здесь основная идея будет создать какие-то такие условия или попытаться создать такую ситуацию, где Россия ошибется в выборе или сделает этот какой-то однозначный выбор, да, между Арменией и Азербайджаном. И вот это может быть для Москвы ошибкой. Ну, и, собственно, все, что связано у нас с Центральной Азией, сегодня, конечно, сегодня во многом зависеть будет от того, что мы будем наблюдать в Афганистане. Вот вы как раз напомнили в Афганистане. Следующий вопрос касается того, что происходит в Афганистане. Мы видим настолько сдержанная реакция Российской Федерации, неоднократно различные политики говорят о том, что необходимо признать движение «Талибан», которое является запрещенным и объявленным в Афганистане Российской Федерации, но при этом Москва пока сдерживается. И те же самые официальные лица, в том числе и спикер Совета Федерации, Матвеенко заявил о том, что мы будем ждать и видеть, как себя будут вести калибы. Стоит с ними взаимодействовать или нет? И вот в этом вопросе мы бы хотели спросить такое, насколько позиции Москвы сегодня сильны, даже несмотря на ситуацию. И вообще является ли Афганистан какой-нибудь угрозой или хоть лахмусом, хоть каким-то поводом к дестабилизации или же наоборот к позитивному сценарию в постсоветском пространстве? Ну, не буду оригинальным, наверное, если скажу, что любой кризис создает как риски, так и возможности, поэтому короткий ответ на ваш вопрос будет, можно ждать и того, и другого. Насколько сильны именно позиции? Мне кажется, это немножечко такой тоже субъективная категория, как замерить эту силу. Если ее замерять по ресурсам, на старте, на бумаге у Москвы в целом позиции неплохие, поскольку есть и более-менее такие нормальные рабочие отношения с ключевыми игроками в Центральной Азии, и с элитами прежде всего, и с руководствами Казахстана, Узбекистана, и Киргизии, и Таджикистана, и Туркмении даже. Есть в целом, при всех оговорках и нюансах, нормальный контакт на уровне населения и восприятия, хоть мы и слышим часто о том, что Китай якобы пытается заместить Россию, но в целом, мне кажется, в этом компоненте пока неплохо. И есть вот это вот институты, на которые Москва в теории, опять же, могла бы опереться, прежде всего, АДКБ, отчасти Евразийское экономическое сообщество, ну, что касается Афганистана, АДКБ важнее, да. И отношения двусторонние по линии военных ведомств, я думаю, что по линии спецслужб также. То есть на бумаге у России есть вот эта социально-политическая инфраструктура, которую можно задействовать, и она сейчас пытается активно это сделать, идти по линии, повторюсь, и Минобороны, и Советов национальной безопасности, и проводит, мне кажется, такую двустороннюю игру, ну, игру в кавычках, где с одной стороны мы, не могу сказать, что замеряем талибов, но не конфликтуем, да, исходим из того, что это вот та сила, которая пришла к власти, понятно, что это запрещенная в России террористическая организация, со всеми оговорками, но, как бы, нет смысла выходить с транспарантами, как это делают некоторые левые круги на Западе, даже чего-то требует, что, в принципе, для информационной картинки хорошо, но для реальности политически не очень. То есть нет смысла обострять. Но при этом, я думаю, что проводятся достаточно прагматичные шаги и в плане военных учений, и в оценке возможности наращивания наркотрафика и других угроз. Вот, поэтому я думаю, что пока ситуация такая наблюдательная, но хорошо, что, я надеюсь, что так и есть, что все-таки российское руководство, как говорится в таких случаях, держит порох сухим, вот, но при этом не отказывается от акцента на дипломатии все-таки пока. Ну, надеемся, что все-таки будет позитивным сценарием. Вы очень, правда, и разложили все. Ну, вот мы немножко отойдем от ситуации в Афганистане и в целом все, что происходит. Поговорим о таком интересном некотором альянсе, который сейчас складывается между Британией и Тульсой. Британский союз. О нем очень много говорят на Ближнем Востоке, потому что действительно сама Британия, во-первых, после объявления вот этой концепции своей внешней политики глобальная Британия, очень сильно укреплять отношения. В первую очередь, монархи на Кусизе к Лазарею. А сейчас мы видим, если не ошибаюсь, в 2019 году они подписали соглашение с Тульсой. Экономическое инвестиционное, оно было, наверное, самым крупным на Ближнем Востоке лет 20. И вот как вы думаете, в России, в России, во-первых, мало говорят об этом союзе, почему-то стараются или умалчивать, или просто не обращать внимания. А значит ли это, что мы тут не воспринимаем это как грозу, или же мы это воспринимаем как угрозу? То есть как вообще в Москве воспринимают этот союз? Ну я думаю, что простая арифметика, если твой традиционный один исторический противник сближается с другим историческим противником или возобновляет такой какой-то исторический союз, дает нам на выходе слагаемое, что это, наверное, не очень хорошо. С другой стороны, есть, конечно, мне кажется, участие наших коллег в экспертном сообществе, такой вот, не знаю, можно его назвать историческим детерминизмом, что Турция это некий такой вот молчаливый проводник англосаксонского влияния. И как бы с одной стороны, Турция действительно достаточно плотно сотрудничает с Соединенными Штатами и с Британией, да и заинтересована в этом сотрудничестве, даже есть такой любопытный факт, что директора национальных разведок США, Великобритании и Франции, они по своей основной как бы специальности тюркологи, все так или иначе владеют каким, не знаю, насколько хорошо, но турецким. То есть это, в принципе, я думаю, такой вот косвенный показатель значимости вообще восточного направления, ну и турецкого в частности, да, в этих структурах. Но, с другой стороны, я бы недооценивал, насколько Турция, особенно в последние несколько лет, стремится на большую стратегическую автономию, не стесняется показывать собственные интересы и собственные амбиции, которые не всегда идут в одной колее с англосаксами. Я думаю, что союз, ну или, опять же, союз в кавычках с Великобританией, он в этой категории, Турция старается использовать максимально свое и географическое положение, и растущие, собственно, геополитические амбиции, и, собственно, вот такая вот непризнанная великая держава, да, или средняя держава, но я все-таки слово склонен считать, что это все-таки такая, чуть-чуть больше, чем средняя держава, ну и британцы, которые пытаются найти себя вот в этом постбрекзитовском мире. В целом, как бы, ну вот неприятная могла бы быть для нас история на южных рубежах, но нужно посмотреть, насколько это прям вот такой вот союз-союз по типу того, что мы знаем из истории международных отношений или нечего, какое-то новое формирование. В любом случае, и британские интересы, и турецкие для России представляют определенную угрозу, но с турецкими можно, мне кажется, как-то работать, что, собственно, Россия в последние годы успешно демонстрирует, что не все, чего хочет Турция, автоматически представляет угрозу для Москвы. А такая точка зрения тоже есть, мы знаем, в нашей среде. Вот спасибо большое. Я очень надеюсь, что поиски себя потерянных акторов международных отношений не будут уворачиваться чем-то плохим для России, а то как-то уже, наверное, немножко даже надоело, ведь постоянные, скажем, ожидания угрозы. И задам мне последний вопрос. Конечно же, это то, что произошло в ноябре 2020 года. Так называемая 44-дневная война, скажем так, очередной виток эскалации между Арменией и Западом. Война, дело нехорошее, у нас много жизней, но что было, то было. И, значит, можно ли, вопрос будет в таком, можно ли считать, что одной из точек поддействия между Западом и Россией является именно регионом Южного Кавказа? И вот это, как бы, влияние, противоречие этой войны, можно ли сказать, что они и повлияли на эту 44-ю войну, что не удалось им, что миром пришлось применять военную жесткую войну? Ну, я думаю, что случившееся в ноябре прошлого года, если здесь, как бы, оценивать роль внешних игроков, то только то, что, собственно, мало чего, наверное, было сделано в рамках тех институтов, которые должны были этой темой заниматься, что не удовлетворяло, естественно, интересам одной из воюющих сторон. И в этом смысле как бы изменение статуса КВО, оно застало врасплох многих игроков, я думаю, в том числе и Россию, но и результаты этого нового статуса КВО поставили перед вот западными коллегами такую достаточно, мне кажется, вот по моим наблюдениям, опять же, черно-белую картинку, потому что я видел в основном два типа реакций. Первая была то, что Россия полностью проиграла эту войну, условно говоря, вместе с Арменией, потому что, да, там не вступилась за нее, не показала себя как надежным союзником, а значит, ее реноме на Южном Кавказе снизит еще больше. И второй тип реакций, причем, как бы, эти реакции были от достаточно высоких кругов в западных политических экспертных эшелонах. Второй тип реакции было то, что Москва на самом деле показала себя достаточно искусным дипломатическим игроком, потому что, что называется, прошла между капелек. Потому что, если мы посмотрим изначальные задачи, вот, как только началась, да, эта война, перед Россией стояло одновременно несколько таких. То есть, нужно было одновременно укрепить собственно авторитет в регионы и не ввязаться в такой вот горячий конфликт у своих границ. Второе, да, поддержать союзника и избежать сгнание армянской общины из Карабаха. Третье, не оттолкнуть Азербайджан при этом, чтобы не повторить вот этот злосчастный грузинский сценарий 2008 года. Четвертое, да, не допустить безоговорочной победы Баку, подобно той, которую одержала Армения там в 94-м году, с тем, чтобы не заложить некую основу для вот будущего, будущих военных действий. И последнее, не допустить увеличения влияния Запада и усиления Турции, но при этом одновременно не испортить отношения с Анкарой. То есть задачи по многим пунктам прямо противоположны друг с другом и то соглашение, которое есть, оно, по идее, позволяет, я не скажу, что решить, потому что вот в теории переговорного процесса есть два, два вида результативности переговорной дискуссии, так называемый resolution, да, разрешение конфликта и settlement, урегулирование. Вот я думаю, вот этого settlement и урегулирования, но на ближайшие там 5 лет до действия соглашения удалось достичь. При этом до разрешения окончательного, конечно, далеко, здесь большую работу придется проводить с участием всех игроков, в том числе, я думаю, что и Турции, хоть это и многим не нравится, в Москве, и, конечно, с местными, непосредственными участниками этого конфликта. Спасибо. Да, Москва, на мой взгляд, продемонстрировала, наверное, высокий уровень дипломатии, потому что удалось все-таки, во-первых, сохранить свои позиции, и если обратить внимание на высказывания некоторых экспертов, Москва же все-таки, скажем так, расширила свое военное присутствие. Да, миротворцы не являются военными, но в то же время это, скажем так, достаточно весомый инструмент влияния на обе стороны конфликта. Москва себя показала как гарантом, скажем так, стабильности на Ближнем Востоке, не на Ближнем Востоке, но на постсоветском пространстве, в частности, на Южном Кавказе. Поэтому мы надеемся, что все будет, в принципе, в порядке. Для России, да, это, наверное, история. Максим Александрович, спасибо, что поделились с нами вашим мнением. Надеюсь, что мы не заняли вас в времени. И мы также благодарим наших зрителей. Спасибо, что вы были с нами. Мы напоминаем, что сегодняшним гостем из Дани Кавказбюро стал Максим Сучков, директор Центра перспективных американских исследований Емомедора. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. Также хотим напомнить, что Максим Александрович тоже ведет свой канал. Максим Александрович, мы не могли бы напомнить, как он называется? Постамерика. Постамерика. Подписывайтесь на телеграме, мы сами читаем и с удовольствием с нами. Из Америки и из американской повестки. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Спасибо всем вашим зрителям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok